Общественный рыбнадзор так увлекся охотой за браконьерами, что поймал подводного охотника и наложил ему штраф за то, что, по мнению самого рыбака, является совершенно законной деятельностью. Охотник намерен обратиться в суд. Подробности в репортаже Даниила Смирнова. 10 августа в час 30 ночи на Даугове в Огарском районе Закегумской ГЭС общественный инспектор Айварс Рундис задержал подводного охотника Эдмундса Зэмитиса и составил протокол об административном правонарушении. Инспектор составил протокол за то, что я охочусь якобы без фонаря. Хотя в протоколе написано, что он меня сам видел с фонарем, как я заходил в воду, как я выходил из воды. Но где-то посредине реки он меня не заметил. В своем протоколе инспектор указал, что подводный охотник нарушил правила Кабинета министров номер 800, пункт 39.6. Подводная охота без буя, оснащенного круговым фонарем. Согласно закону, во время ночной охоты подводный охотник должен иметь проблесковый фонарь, который светит на 360 градусов. Однако в протоколе инспектор собственноручно пишет, что на входе в воду фонарь у охотника был, и на выходе он тоже имелся. А вот в промежутке он его не заметил. Поэтому охотник виноват и должен платить штраф. В Государственной службе среды данный протокол был рассмотрен специалистами и отменен. Инспектор, который находился на берегу в какой-то момент, мог и не видеть этот цветовой объект на середине реки. Сейчас мы не можем знать, был он там или не был. Эти сомнения, которые появились, были трактованы в пользу подводного охотника. Однако подводный охотник намерен пойти дальше. Эдмунд Заметес считает, что он потерял время, а некомпетентность общественного инспектора должна быть наказана. Здесь просто ради принципа я хочу подать гражданский иск на потерянное время и получить за это деньги. Кстати, общественным инспектором рыбнадзора может стать любой желающий, пройдя небольшое обучение в госслужбе среды и заключив с ней договор. Сейчас их в целом по стране около ста человек. К тому же кабинет министров дал им очень широкие полномочия. В последней редакции правил кабинета министров о рыболовстве сказано, что общественный инспектор может не только выписать административный протокол, но даже проверить ваш автомобиль в пределах 50 метров от водоема, если вдруг ему кажется, что вы нарушили закон. Однако в законе об административных правонарушениях таких прав у инспектора нет. И это серьезное противоречие. В государственной службе среды провели консультации с юристами и подтвердили, что закон имеет большую силу, чем правила кабинета министров. И такие вещи, как досмотр автомобиля, общественный инспектор может проводить только в присутствии государственных должностных лиц, к которым относятся сотрудники полиции, а также штатные инспекторы госслужбы среды. Данил Смирнов, Никита Алексеев, Густав Кукамис, Латвийское телевидение.